Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте и вот о чем расскажем сегодня. Один из самых новых в Ненецком округе домов культуры требует капитального ремонта. Речь идет о здании досугового центра в поселке Хривер. Почему так вышло? У памятника лесозаводчанам неизвестные устроили погром. 20 августа местные жители на новой благоустроенной территории в сквере и в новом поселке обнаружили следы вандализма. 100 километров на велосипеде, причем не за первое место, а для души. Жители Нарьинмара решили расширять границы и поставить свой личный рекорд. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в Ненецком округе. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 25 августа в округе выявлены еще 4 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Все заболевшие – жители Нарьинмара. Они получают амбулаторное лечение. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 309 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 272 человека. В настоящее время стационар для больных с COVID-19 опустел. Все пациенты выписаны. На амбулаторном лечении находится 34 человека. 9 из них – жители города Нарьинмара. Остальные заболевшие – сотрудники нефтегазовой отрасли. Они получают амбулаторное лечение непосредственно на месторождениях. В воскресенье из Геленджика чартерным рейсом вернулись 108 детей, которые организованно отдыхали по путевкам округа в детском санаторно-оздоровительном лагере «Лазурный берег». Детям, сопровождающим и взрослым провели тестирование на COVID-19, централизованно за несколько дней перед приездом в Нарьинмар. Все тесты оказались отрицательные. В Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа проверили информацию окружных рыбаков о наличии промышленных трав в Печорской губе. Об этом сообщил руководитель профильного регионального ведомства Альберт Чебдаров в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. Основанием для проверки стали многочисленные обращения рыбаков округа, которые поступали в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного в социальных сетях. Ранее глава региона дал поручение проверить информацию. В ходе еженедельной планерки с заместителями и руководителями профильных ведомств было доложено о результатах проверки. Как только данную информацию была транслирована, мы связались с погрануправлением, у которых есть специальная информационная система, которая с помощью спутников позволяет определять, где находятся те или иные корабли, крупные, маленькие и так далее. Каких-либо кораблей по этой информационной системе там обнаружено не было. Для того, чтобы убедить рыбаков и население в том, что действительно этих кораблей нет, мы немножко изменили путь прохождения рейда, который у нас планировался на ОПТ Калгуев, на остров Калгуев. И вертолет залетел в Печорскую Губу и осуществили там ряд снимков для того, чтобы показать, что никаких тралов, которые в промышленных объемах вылавливались, он не поменял. Еще одной важной темой, которую обсудили на еженедельном рабочем совещании, стало открытие школы номер 3. Как сообщили в профильном региональном ведомстве, сейчас идет подготовка к лицензированию и регистрации объекта. Что касается поставки оборудования, на сегодняшний момент 103 контракта у нас исполнены и идет в процессе приемки ряд из них, то есть 115 заключенных. То есть здесь в принципе все нормально, готовимся к открытию школы 1 сентября с учетом того, что у нас подтвердил и приезжает к нам первый заместитель министра. В профильном департаменте также отметили, в новом здании школы номер 3 строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. На этой неделе планируется подключение школы к сети интернет в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» и нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Кроме того, к началу учебного года в Ненецком округе откроется еще одна новая школа в поселке Индире. Глава региона, поручив профильному ведомству, представит предложение по торжественному открытию нового дома для учебного заведения. Леонид Шишева, Владислав Трачев, Телеканал «Север». Капитальный ремонт дома культуры и строительство нового детского сада в Харивире. Эти вопросы были взяты на контроль временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого округа Юрием Бездудным после рабочего визита в населенный пункт. Далее все подробности. Эти кадры были сняты годом ранее. Вокруг места притяжения культурной жизни поселка. В самом разгаре заготовка бревен для замены фундамента. Позже выяснится, с подрядчиком вновь не повезло. Начали трескаться стены. По мнению директора сельского дома культуры, стройка изначально велась с нарушением всех возможных технологий. И принимали работы тоже непонятно как. Итог, новое здание уже находится в плачевном состоянии. То есть объекту этому чуть больше пяти лет. И он в таком состоянии. Он сразу... Как будто бомбежка здесь была. Трещины пошли, когда стали фундаменты делать, и вот оно все пошло. Были уже трещины и до этого, и с каждым годом все больше... Подрядчика нашли? Где этот подрядчик? А тот подрядчик уже все. Тот в реестре РНП, он благословясь, от него было проще, извините мне за выражение, избавиться, чем его здесь оставить. Ну как избавиться? Кто-то же должен исправлять это все. В зданиях Реверского дома культуры сегодня одно из самых новых по Ненецкому округу. Оно было введено в эксплуатацию в конце 2014-го. Более 40 миллионов бюджетных рублей было потрачено только на строительство. В ходе рабочей поездки Юрий Бездудный поручил представителям администрации Заполярного района, которые выступали с заказчиками строительства объекта, поднять всю документацию и проработать вопрос по ведению претензионной работы с недобросовестными подрядчиками. Вообще есть такое ощущение, когда зашли и посмотрели на эти страшные трещины, вот такое ощущение, как будто это сейсмоопасная зона. Как будто мы не в Харивере, а где-то на Камчатке, и только что было землетрясение. Все в трещинах. Нужно не просто приводить его в порядок, а приводить капитально в порядок, и отработана дорожная карта, как мы это сделали. Следующая точка в маршруте делегации – средняя общеобразовательная школа. Здание относительно новое, было запущено в эксплуатацию в 2010-м. Сегодня здесь получают образование не только учащиеся, но и дешкалята. На первом этаже временно разместили детский сад. Старое здание в аварийном состоянии, поэтому принято решение возводить новый дом для малышей. На сегодняшний момент деньги в бюджете есть, 5 миллионов, и до 1 сентября строители нам обещают объявить конкурс на проектирование. На проектирование детского сада. Участок на сегодняшний момент сформирован на месте старого детского сада. Мы пойдем, вы можете увидеть. Там с учетом работы будут запланированы, с учетом сноса этих трех зданий. В принципе, ждем. Осталось проектировать. То есть на земельном участке еще строение есть? Да. Их нужно вначале снести. Мы их списали. Мы передаем все строителям ЦСЗ. И ЦСЗ в рамках проектирования и строительства нового детского сада мы хотим его построить типовым по типу внеси и, соответственно, потом снеси. Модульным, да? Также представители исполнительной и законодательной власти осмотрели и другие социально значимые объекты, а после провели встречу с населением. Их важно заключается в том, что они у нас в том числе и контрольную функцию. Почему? Потому что сейчас идет подготовка учреждений, объектов к осенне-земнему периоду. И, соответственно, готовность надо понимать. В какой она степени у нас здесь на сегодня имеет место быть. Это первое. Второе. В поездке принимают участие руководители департаментов, временно исполняющие обязанности губернаторов. Поэтому, конечно же, прямой контакт, как говорится, никто и ничто не заменит. В завершении рабочей поездки жителям Харьевера вручили заслуженные награды. За добросовестный труд, грамотами и благодарностями были отмечены старший воспитатель детского сада поселка Харьевер Елена Хатанзейская, воспитатель Елена Кустышева и повар Лариса Валей. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, телеканал «Север», поселок Харьевер, Ненинский округ. И теперь к другим темам. У памятника лесозаводчанам неизвестные устроили погром. 20 августа местные жители на новой благоустроенной территории в сквере в новом поселке обнаружили следы вандализма. С подробностями Любовь Пермякова. Хулиганы разбросали содержимое мусорных урн. Вырвались светильники декоративной подсветки на монументе. Факт осквернения вызвал бурю эмоций у лесозаводчан. Мои эмоции, конечно, это самое, переполняют меня. И я никак не ожидала от нашей молодежи, которая все это творит. Хочется, конечно, сберечь это, потому что мои родители тоже очень много лет отдали лесозаводу. И это их память. Ну, я вечером прогуливался здесь с ребенком. В двух словах вижу битые стекла. Чистый город оперативно все уже восстановил. Фонаре светится. На постаменте были битые стекла. Здесь везде разбросаны. Ну, конечно, печально. Я когда прохожу мимо этого памятника, я вспоминаю своих родителей, папу и маму, которые отработали на лесозаводе столько лет. Как оказалось, это не единственный случай вандализма. По словам местных жителей, зачастую территория памятника становится и местом распития взрослыми алкогольных напитков, а также игровой зоной ребятишек. Меня возмущает, что дети ползают наверх на памятник. Возмущает. Пусть они катаются, никто не говорит, но не ползать, а вот там наверх. Они вот тут пляшут. В тот раз я ходила, они тут кувыркались зад вперед, что-то поставили такое, кувыркались. Вот лампочки сломали тут. Я даже не записала, она была записать. Три мальчика бегала. Ну, хотя это мальчики бегали, я не знаю детей, ничьих. На велике катались, и вот что они бросили, камушек бросили сначала. Напомним, благоустройство парка в районе улицы Юбилейной началось два года назад. На территории вместо старой деревянной мостовой появилась удобная выложенная брусчаткой дорожка. Подрядчик сделал стоянку для автомобилей и тротуар, установил уличное освещение, были проведены масштабные работы по озеленению около 6 тысяч квадратных метров территории. Хотелось бы обратиться, в общем-то, ко всем жителям. Все, что делается, делается для людей. Поэтому постарайтесь довести до сведения и молодого поколения, и детей своих, что так делать нельзя, это нехорошо. Конечно же, мы сейчас постараемся вложить бюджет, и в следующем году основные зоны оборудуем видеокамерами. Но менять нужно в первую очередь менталитет людей, менять нужно культуру. Это не сразу происходит. Мы это все прекрасно понимаем, поэтому никаких обид нет. Но хотелось бы, чтобы все-таки более бережно относились к тому, что делается. По словам Андрея Бережнова, новые благоустроенные территории постоянно подвергаются нападкам хулиганов и вандалов. Это подтвердили и в компании «Чистый город». А часто бывают вот такие акты вандализма на благоустроенных территориях? В общем, в морепорту. Вот. Там чаще. А что там делается? Там ломаются деревянные элементы, в каменьке ломают. Плафон один сломали. И таких антипримеров народной активности множество. В мае этого года рабочие «Чистого города» не досчитались. Есть малых архитектурных форм на новой игровой площадке по улице Смедовича. Вместо пяти декоративных элементов осталось четыре. Там же неизвестно испортили сетку-паутинку. В октябре прошлого года с территории спортивной площадки возле пятой школы исчезли гири. А по улице Ленина испортили инсталляцию с медвежатами. Если вы стали свидетелем ситуации, когда граждане портят имущество, необходимо вызвать наряд полиции, позвонив по единому телефонному номеру 112. Сто километров на велосипеде, причем не за первое место, а для души. Жители Нарьинмара, так полюбившие в последнее время велоспорт, решили расширять границы и поставить свой личный рекорд. Так, 22 августа можно было увидеть вереницу велосипедистов, тянущуюся в направлении поселка Красное. О том, почему нарьинмарцы выбирают велосипед, в материале Екатерины Дементьевой. В заполярных широтах, где снег лежит, можно сказать, 9 месяцев в году, северяне, как правило, выбирают лыжи и коньки. Так уж географически сложилось. Но чем же заниматься летом? На этот вопрос у спортсменов есть ответ. Как учитель физкультуры, я занимаюсь всем подряд, за что можно ухватиться, и чтобы провести время активно и с пользой зимой это лыжи. Ну а летом поднадоело бегать. Я бегаю еще просто кроссы. И решила добавить физическую нагрузку это велосипед. С каждым летом на улицах города все чаще можно встретить велосипедистов. Но если раньше нарьинмарцы катались в основном в свободное время, то сейчас многие делают выбор в пользу двухколесного железного коня, даже чтобы добраться до работы и обратно. Мечта была все время. И постоянно каталась на велосипеде, но не в таких, конечно, объемах, километрах, количествах. А тут меня как-то торкнуло. Года четыре назад мне подарили велосипед на день рождения. Такой именно, какой я хотела. Очень тщательно его выбирали. И, конечно же, там такой процесс пошел, который было не остановить. И у нас вот и велокросс ежегодный в сентябре проводится. Я тоже в нем участвую. И, конечно же, когда здесь объявили, тоже можно прокатиться. Я не осталась в стороне. Велокроссы стали неотъемлемой частью жизни спортсменов-любителей. В клубе по интересам регулярно проводятся марш-броски на все более дальние расстояния. Правда, направление только одно. Ведь дороги в регионе, как известно, имеют особенность заканчиваться. Именно до Красного мы стартуем второй раз. Первый раз мы приурочили к дню физкультурника 8 августа. То есть группа единомышленников просто тот, кто любит этот транспорт. Почему так далеко? Ну, так как в нашем округе, городе, это конечная точка населенного пункта. Больше дорог никуда нету. Поэтому было бы дальше, поехали бы дальше. Вот, нравится мне велосипед. Это очень нравится. Поэтому и кручу педали. Между собой здесь знакомы не все. Кто-то просто увидел пост призы в социальных сетях и решил присоединиться. Северяне в этом смысле люди смелые и без предрассудков. Главное, что идея у всех общая. Изначально я не планировала, что мы выйдем на такой уже масштабный уровень. И я просто каталась сама. Сама каталась по городу. Потом я поняла, что дистанция растет, а физической нагрузки я от этого не получаю. Решила усложнить задачу кататься по гравийной дороге, по песку. Ну и чтобы не было скучно ехать одной до Красного, я решила собрать команду. Бросила клич и люди отозвались. Отозвались первый у нас бросок был на 40 километров. Мы приняли эту дистанцию в принципе все очень хорошо. И вот сейчас всех сагитировала ехать на 100 километров. Утром субботнего дня команда единомышленников отправилась в свой пока самый длинный велозаезд. По пути остановки, чтобы отдышаться и сделать памятное фото с государственным флагом. Ведь дата заезда выбрана не просто так. Настюха, давай отцепляй. Путь, пролегающий через Лаевожскую дорогу, непрост. Здесь то плиты, то гравийная дорога, то песочная. Благо после КамАЗов тяжеловесов ее стали ровнять. Велоспорт – это не так легко, как может показаться со стороны. Особенно, когда на пути возникают такие преграды, как не самая удачная дорога. Велосипедистов с каждым годом в нашем городе становится все больше. А вот условий для этого хобби лучше пока не становится. Александр к выбору велосипеда подошел ответственно. Езда по городским улицам ему не близка. Говорит, не нравятся ощущения. А вот по лесу и пескам на велосипеде с такими широкими шинами – это действительно экстрим. Да и нагрузка выше. Легкая рама, алюминиевая легкая рама. Этот фэтбайк с максимальной рамой по размерам, 22-я, если не ошибаюсь, он весит всего лишь 16 килограмм. Без доп. оборудования, ну вот бутылка, крыло, сидушка – это я уже… Ну, такие сидушки мне совсем не подходят, только я у мамы состался, снял себе и поставил. 16 килограмм. То есть, допустим, какой-нибудь вот такой вот велосипед, он будет весить примерно столько же, если не больше. Вот за счет этого. И широкая шина, низкое давление. За счет этого он более проходимый, более легко на нем по песку ездить. Но не всем близок такой вид хобби. Кому-то больше нравится городская инфраструктура, которая в заполярной столице еще только строится. На самом деле начал ездить на велосипеде достаточно плотно только в этом году. Проблем никаких нету, в принципе. Водители аккуратно объезжают. Поэтому у нас в городе, я думаю, достаточно комфортно. Тем более, сейчас делают новые, получается, велосипедные дорожки. Единственное, они не очень ровные. Лучше бы было, если бы были они асфальтированы, как, в принципе, проезжая часть. Тогда движение было бы гораздо приятнее. В велокроссе приняли участие 15 человек, среди которых спортсмены, тренеры и просто любители активного отдыха. Путь в 100 километров они преодолели за 8 часов. И уже сейчас велоактивисты планируют новый заезд, который пройдет в конце сентября. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – городское кафе «Артишок». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы. Корректор А.Егорова